Совещание было посвящено решению нескольких задач. При этом, если раньше на первое место ставилась проблема физической достройки корпусов 2, 4 и 27А, то теперь ее сменили юридические вопросы по процедуре приемки квартир, оформления на них права собственности и заселения. Сама по себе смена вектора интересов у дольщиков выглядит обнадеживающе. Депутат Государственной Думы Оксана Пушкина, выступающая вместе с районной администрацией одним из модераторов разговора дольщиков со строителями, относится к ситуации с осторожным оптимизмом. Что сегодня было хорошо, сегодня были новые участники событий, и представители арбитражного суда и так далее. Это как раз те люди, до которых не просто достучаться, это как раз те люди, которые могут с точки зрения закона очень грамотно начертить вот эти все дорожные так называемые карты, как людям действовать. Это вопросы на контроле Государственной Думы. То есть мы, не решив эти вопросы, в летний отпуск не уйдем. Конечно, вопросов еще немало. Дольщиков второго и четвертого корпусов тревожат подключение к электросетям по постоянной схеме. Корпус 27А волнуется насчет источников финансирования работ по выносу ЛЭП и устранения замечаний, выявленных при осмотрах квартир. Подача тепла сегодня тоже становится все реальнее. Поскольку присоединение объектов к теплосетям требует отключения полутора десятков других домов, его откладывают до окончания морозов. За это время предстоит завершить и другие формальности. Складывается впечатление, что стороны, по крайней мере в присутствии главы района, достигают полного взаимопонимания. Традиционно через месяц встретимся. У нас крайняя точка по многим позициям. 15 апреля, где мы уже будем видеть, справляется подрядная организация с возложенными обязательствами, с тем, что мы прописали в протоколе. Ну и, соответственно, дальше перейдем к новым вызовам, новым задачам, вопросам, которые появятся у дольщиков. Сегодня градус был уже ниже, меньше было возмущения. Многие вещи, я думаю, наши дольщики увидели, что идут действительно в рабочем режиме, в соответствии с дорожной картой, с теми протоколами, которые были. Ну и активное участие Оксаны Викторовны в коммуникациях с дольщиками, в постоянном контроле за тем, что происходит. Конечно, тоже дает мегаплюсы. По общему желанию участников совещания, еще одна встреча, посвященная исключительно правовым вопросам и процедуре передачи квартир собственникам, должна пройти в самое ближайшее время. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».